Всем привет! Вы на канале Ростиксона. Сегодня я вам расскажу о фьючерсной торговле на L-Bank. А перед этим подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона, в котором он рассказывает инфу, которой нет на ютуб-канале. Например, различные ивенты, на которых вы можете заработать, различные конкурсы и опросы. К сожалению, ютуб могут закрыть, но вы можете продолжить получать контент в телеграме. Итак, приступим. Для начала разберемся с тем, что же такое фьючерс. Фьючерс – контракт на покупку какого-либо актива в будущем, поза, фиксированный на момент заключения сделки цене. Базовым активом фьючерса может выступать что угодно – товары, услуги, акции. Фьючерсы на базе криптовалют появились только в 2017 году, но уже успели получить популярность у инвесторов. В качестве инструмента для хеджирования рисков и получения спекулятивной прибыли. И сегодня фьючерсы используются не только для гарантии цены товара в будущем, но и для получения спекулятивной прибыли. Есть несколько видов фьючерсов. Например, поставочный фьючерс подразумевает, что в момент исполнения будет выполнена фактическая передача актива. Например, если фьючерс заключался на 1 биткоин, то в момент экспирации продавец отправит покупателю 1 биткоин, а тот, в свою очередь, оплатит отговоренную сумму. Расчетный же фьючерс не предполагает передачу актива. При заключении такого соглашения в момент экспирации покупатель и продавец производят лишь денежный расчет, не выполняя фактическую передачу актива. К отдельной категории можно отнести фьючерсы с кредитным плечом. Позиции, открытые по такой схеме, могут принести большую прибыль за счет увеличения объема позиции с помощью кредитного плеча. Но они несут в себе повышенные риски, так как если не угадать с трендом, можно быстро потерять депозит и биржа автоматически закроет убыточную позицию, если имеющийся депозит не покроет убытки. Краткий экскурс во фьючерсы я дал, так что давайте перейдем к практической части. Более подробные видео про фьючерсы уже есть на канале. Переходим на сайт биржи L-Bank, ссылка есть в описании. Для начала можем изменить язык на русский, для удобства. Это можно сделать нажав на кнопку в правом верхнем углу. Далее найдем вкладку производные и внутри нее выберем фьючерсы. Перед нами предстала хорошо оформленная страница с множеством инструментов. Давайте пройдемся по каждому из них, по чуть-чуть. Сверху мы видим панель, на которой можем изменить криптовалютную пару, сменить режим маржи или настроить кредитное плечо, а также включить светлую тему. Мы видим различную полезную информацию на этой панели, такую как объем торгов, максимальную и минимальную цену за день. По центру мы видим окно с графиком, состоящим из так называемых японских свечей. Также сверху мы можем настраивать сам график под себя, а правее использовать инструменты для анализа графика. Например, мы можем посмотреть изменение графика поминутно, сменить тип графика на линейный или же добавить вспомогательные графики. Также мы спокойно можем рисовать на графике с помощью панели инструментов, чтобы подчеркнуть различные важные аспекты. Правее от графика мы видим окно с названием книга ордеров. Ее также называют криптовалютным стаканом, где показаны ближайшие к рыночной цене выставлены ордера на покупку и продажу. А правее мы можем увидеть последние совершенные сделки по этой криптовалютной паре. Кстати, это окно так быстро обновляется, что еле успеваешь следить. Слева снизу можем увидеть окно баланса. Здесь отображается ваш баланс, маржа и так далее. И удобный индикатор в виде спидометра. По центру снизу расположился ваш командный центр, где вы можете выставлять цену на покупку и продажу. Соответственно вы можете продавать и покупать. Также есть 4 различных режима торговли. Лимит, рынок, стоп-лимит и стоп-рынок. В вкладке лимит вы можете задать свою цену покупки и продажи, а в режиме рынок только по рыночной цене. Стоп-рыночные ордера исполняются при достижении указанной цены. Для активации ордера укажите цену срабатывания. Стоп-лимитные ордера исполняются при достижении указанной цены. Для активации ордера укажите цену срабатывания. А на этом, пожалуй, все. Надеюсь, вы подчеркнули из-за этого видео что-то полезное. Не забывайте ставить лайки, подписываться и писать комментарии. Всем пока!